У меня магазин во Владивостоке. Я накопил 2 миллиона рублей, хочу инвестировать, но куда не знаю. Дайте совет, пожалуйста. Является ли стремление и накопление богатства смыслом жизни? У нас был продуктовый магазин. Два года работали, нам пришлось закрыть и продать магазин, так как много дали в долг. Не могли собрать и обанкротились. У меня украли со склада орехи на 28 миллионов рублей. Было 7 точек овощи и фрукты и 4 сухофрукты. И было много машин и квартир в России. После 16-го года не знаю почему. Дайте правильный совет. Хорошо. Я предприниматель в России, занимаюсь строительством. Открыл ООО и работаю по тендерам, но расценка очень низкая. Как думаете, работать таким образом навсегда или мне открыть свой магазин? Но у меня нет денег за оборудование, это магазин, что мне делать? У меня есть несколько вопросов. Открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Открыть что-то вставить. Это все лишь помогает большее количество людям. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите вопросы рубрика «Вопросы до Владово». Ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Поделитесь нашим каналом, ссылку направьте своим знакомым. Кому вы пожелаете успехов и, по вашим мнениям, кому это помогло бы, кто нуждается этим ответом? Первое. Сдавайте актуальные вопросы, я с удовольствием буду отвечать, дорогие мои. Первый вопрос. Салам алейкум, наставник. Меня зовут Мирсаид. У меня магазин во Владовостоке. Я накопил 2 миллиона рублей. Хочу инвестировать, но куда не знаю. Дайте совет, пожалуйста. Уважаемый Мирсаид, подержи, пожалуйста, когда деньги есть, всегда появятся хорошие проекты. Терпеливо жди. Старайся, чтобы никто не знал, что у тебя есть деньги. Потому что, как твои друзья знакомы, кто-то узнает, что у тебя есть деньги, у них появится куча предложений, лишь бы чтобы забрать у тебя деньги. Поэтому ты просто сохрани, держи, жди. Я тебе гарантия дам, что обязательно появится хорошая возможность. Просто знаешь богатство, как это происходит в твоей жизни? Дело в том, что когда денег есть, идея нет, возможностей нет. А когда идея появится, денег не будет. Часто в моей жизни было так. Поэтому ты просто держи, накопи, продолжай накопить. Поверьмо им словам, продолжай накопить. Хорошо? И однозначно у тебя появится хорошая возможность. Просто продолжай накопить. Я не знаю, в каком сфере. Ты пишешь, что если у тебя есть магазин, почему бы тебе второй магазин не открыть, третий магазин не открыть? Это деньги, это первый вариант. Самый лучший вариант, свои деньги инвестируй в своем бизнесе. Второй, третий магазин, четвертый открой. Если у тебя не получается это, только тогда в другие бизнесы инвестируй. Одной из больших ошибок, которые я в своей жизни делал, именно было это. Я зарабатывал здесь деньги, и деньги вкладывал в чужие бизнесы. И эти бизнесы не развивались, и большинство из них, большинство из них не вернули мои деньги. Или задержали, или тянули, и так далее, а инвестировали, или ждал годами. Поэтому мой совет к тебе так. Второе, просто продолжай накопить, накопить. Если твой бизнес уже дошел до потолка, тогда инвестируй в какой-то нибудь растущем бизнесе. Но прежде чем этого делаешь, выходи, консультируйся со мной. Хорошо? Если тебе появится какое-то предложение, выходи на часовую консультацию, со мной консультируйся, обязательно в порядке. Тогда я тебя анализирую и покажу, какой бизнес у тебя получится, какой нет. Чтобы твои деньги сохранились. Понимаешь? Я потерял очень много денег за свою неосторожность. Деньги очень легко тряются, а зарабатываются нелегко. Здравствуйте, Саверон Давлатов. Мне очень приятно писать это сообщение. Я часто слежу и смотрю ваши ролики на канале YouTube. Вы являетесь примером для многих людей. Вы в своих книгах пишете о том, как правильные мысли учить стратегии достижения богатства. Меня сильно беспокоит один вопрос. Позвольте, я его задам. Является ли стремление и накопление богатства смыслом жизни? Является ли богатство смыслом жизни? Ведь в этом мире ничего вечного нет. Мы все покинем этот мир. Конечно, нет, дорогой. Богатства никогда не могут быть смыслом жизни. Но богатство помогает тебе достигать смысла жизни. Это похоже, что бензин не является самым важным. Но без бензина машина не доедет. Машина возит тебя с точки А до точки Б, если он в нормальном состоянии. Если топливо есть у него, то же самое здесь. Богатство не является смыслом жизни. Богатство, оно помогает тебе достигать смысла твоей жизни. Смысл жизни в чем? Сама жизнь любит созидательное сознание. Сама жизнь поддерживает, помогает. Кто созидательное мыслит? Кто создает? Кто что-то делает? Понимаете? Посмотрите, даже жизнь, смысл жизни – это дающие. Если вы внимательно посмотрите, вы видите, дерево дает, цветок дает, солнце дает, речка дает. Все живое, все то, что в этом мире существует, она дает. Жизнь, она в принципе созидание, дающая. Поэтому люди, которые что-то создают, жизнь помогает им просветать. Люди, у которых есть сознание, созидательное мышление, они просветают. А люди, у которых есть разрушительное сознание, то есть зависти, скажем, воровство и так далее, хитрость и так далее, и так далее. Люди, которые постоянно брют от жизни, их потихонечку жизнь уничтожает. Первые семь лет они довольствуют жизнью, но потом остальные, они страдают. Поэтому стремление к чему-то – это правильно, это хорошо. И постоянно надо стремиться, стремиться быть умнее, здоровее, добрее. Вот у меня есть такая правильность. С каждым днем стану богобоязненным, набожным. С каждым днем стану умнее, с каждым днем стану сильнее. Ты должен это делать, это закон природы такой. Так создана природа. Поэтому жизнь, она для сильных людей, не для слабых. Ее надо заслужить. Так что деньги помогают вам намного лучше жить. Почему бы нет? Почему бы нет? Больше делать добро, если вы можете это делать. Главное так, куда вы направите эти деньги. Вот это самое важное. Вы можете ходить в дорогие рестораны, дорогие одежды и ничего не делать хорошего. Или вы можете с этими деньгами принести очень много хорошего в этой жизни. Здравствуйте, Санур Раджевев, меня зовут Фарух, мне 23 года. Я с Киргизы, я прочитал 6 вашей книги. И побывал на вашей презентации книги «Как стать миллионером на территории СНГ» в Москве. Постоянно слезу за ваши советы с YouTube. Мой вопрос к вам такой. У вас был продуктовый магазин. Два года работали, нам пришло закрыть и продать магазин, так как много дали в долг. Не могли собрать и обанкротились. После прочтения вашей книги, поняли, что не хватило знаний и опыта. А сейчас накопился опыт о продуктовом магазине. В селе нету 24 круглосуточный магазин. Стоит ли открыть такой магазин? Заранее спасибо. Конечно, можете открывать, но зависимо от того, в селе какой населенец. Сколько, скажем, я имею в виду количество населения. Большой или маленький. Если совсем маленький, не стоит. Если приличный, нормально, откройте. Но не обязательно 24 часа. Но откройте нормальный продуктовый магазин, в котором все ассортименты есть. Абсолютно как одновременно, как хостовар. Понимаете, всегда в Советском Союзе все магазины, которые в селе были, они почти как хостовар похожи были. То есть там ведь ты нашел и гвозд, и одежду, и конфетти, и все находил. Тот же самый модель и сейчас очень нужен. Теперь, ребята, вот в моем селе три магазина. В моем селе. И один из них хорошо зарабатывает. Двое из них никак не поднимается. Столько-то лет. А ты знаете почему? Потому что тот, который один хорошо поднимался в этом, потому что он в Советском Союзе тоже был продавцом в магазине. И он все ассортимент знает. Он знает вкус народа. Он знает потребление народа и так далее, и так далее. И сам учится товароведом. Остальные двое из них 15-20 лет держат в магазине. Поверьте, в долгах ходят. Потому что очень много придется им товара дать в долг, потом не могут собрать, потом проблемы и так далее. Но если вы хотите в целях делать бизнес, вам самая важная вещь, не давайте в долг. Просто не дайте в долг. Это очень важно. Поступительно люди привыкнут. Но если дадите, дайте на определенный срок. Ассаламу алейкум. Многоуважаемый Саймурдавлатов. У меня такая история. Работаю в России. Если у меня такая история, но не знаю, что делать. Если вам не сложно, посоветуйте, пожалуйста. Сам таджик. Живу, работаю в России. До 2016 года все было хорошо. У меня пока не попал в руках вором. У меня украли со склада орехи на 28 миллионов рублей. А, до 2016 года все было хорошо. У меня пока не попал в руках вором. У меня украли со склада орехи на 28 миллионов рублей. Было 7 точек овощей, фруктов и 4 сухофруктов. И было много машин и квартир в России. После 2016 года не знаю почему. Что бы ни сделал, все на минус. Было 5 квартир, сейчас осталось 1. Было 7 машин, сейчас 2. Было 11 торговых точек. Сейчас их 3. Да еще 7 миллионов я должен людям. Еще около 4 миллиона в банку. Нет торговли, не знаю, что делать. Не могу выйти из ситуации. Каждый день хуже и хуже. Хочу открыть мясной отдел, халял. Но для начала мне нужно будут оборудование и продукты в районе. 700 тысяч рублей хочу взять. Опять кредит, что посоветуете? У меня уже есть книга «Долгитает в глазах». И стать богатым каждый может. Дайте правильный совет. Хорошо. Дорогой мой. Прочитайте мою книгу «Долгитает в глаза» 7 раз. Ваша проблема не в бизнесе. Ваша проблема в вашем сознании. У вас уже появилось мышление должника. Найдите еще мою книгу духовную. Найдите мои 3 книги еще. «Стратегия мечтаний богатых и бедных». Изучайте именно категорию потери. Вы прожили в состоянии потери. Вы попали в состояние... В сознании попало в состояние жертвы. Запомните, что в вашей жизни все то, что происходит, вы сами притягиваете. Даже этих воров вы сами притянули. На самом деле это же происходит с вашей жизнью в дальний момент. Правда? Ни чьей-то жизни. Вы сейчас меня не поймете. Сейчас вы скажете, что да кто-то хочет, это чуть собачье. Вы скорее всего так и говорите. Но я знаю свою работу. Я очень хорошо знаю свою работу. Поэтому запомните, почему они именно у вас воровали. Потому что значит ваше сознание имело именно состояние жертвы. Поэтому плач был готов. Запомните, ученые провели исследование. Фотографировали 500 человек. 500 человек на улице. И потом каждого спросили, чему ты боишься. Отчего ты приживаешь, остригаешься. Кто-то сказал, я боюсь, что меня убьют. Кто-то сказал, я боюсь, что меня ограбят. Кто-то сказал, я боюсь, что меня изнасиливают. И так далее, и так далее. Потом из-за лета 500 фотографий пошли в зону людей, которые сидят в тюрьме. В зоне. Показали эти фотографии. Например, человеку, который сидит по убийствам. Сказали, кого из них ты убил бы. И знаете, он выбирал и показал тех, кто сказал, что я боюсь, что меня убьют. А кто сидел на изнасиливании, сказал, кого из них ты изнасиловали бы. Показывали. Он листает, листает, говорит, вот этого. А кто сидел на ограблении. И фотографии по листает, сказал, что вот этого. Дело в том, что между жертвами и палачами всегда происходит что-то. Фосмажорные ситуации, воровство, пожар, плохое. Все то, что происходит в вашей жизни, всегда наше сознание к этому приводит. Но это мы не знаем. Поэтому найдете, моя книга, вот этот «Тальгитай на глазах». Сначала лечить надо ваше мышление должника. Мышление должника имеет несколько симптомов. Чтобы вы поняли. Первая вещь, что бы вы ни делаете, заканчивается новыми долгами. За что бы вы ни возьметесь, новые проблемы создает. Дело в том, что ваш мозг – это инструмент, который принимает решения. Он всегда начинает принимать ошибочные решения. Что в итоге, в конце концов, вы проиграете. Поэтому это первый показатель, что у вас появилось мышление должника. Второй показатель. Когда человек в долгах, он постоянно думает, где еще брать новые долги. Он думает, что если еще беру долги, якобы справлюсь и так далее. Поэтому вы сейчас пишите, что вы хотите 700 тысяч брать и открывать магазин мяса и так далее. А я могу вам сказать, лучше не надо это делать, потому что заканчивается еще потерями. Еще кредит увеличивается. Не надо этого делать. Вам надо просто четко осознать. Не надо этого делать. А что вам надо делать, чтобы из этого долга избавиться? Идите на мою часовую консультацию. Потому что то, что я сейчас пару советов дам, вы все равно это не будете делать, все равно не поймете. По одним словом. Вам надо идти, найти мне. Идите на часовую консультацию. Я распишу полностью, детально все. И мы разработаем стратегию погашения ваших долгов. И соблюдая этот план, вы однозначно победите эти долги и перед этим разбогатейте. Вы не первые, с кем я столкнулся в этих ситуациях и так далее. У меня есть люди, которые 1 200 000, 1 600 000 долларов в долгах. Я консультировал, они выразили. 200, 300, 500 тысяч или там 600 тысяч, 800 тысяч долларов. Таких вот так хватает. Так что вы, наверное, 1 000, 1 000 из тех тысяч, которые обращаются по этому поводу. Идите на консультацию, так будет проще. Вы быстрее вылезете оттуда. Ассалам, я консультировал Довлатов. Меня зовут Арух, из Таджикистана. Я предприниматель в России, занимаюсь строительством. Открыл ООО и работаю по тендерам. Но расценка очень низкая. После налогов остается мало. Скажите, пожалуйста, как подняться на таком рынке? Объем увеличивает? Если расценки мало, объем увеличивает? Или наценка у тебя мало, только по той причине, что два причины есть. Либо твоя команда не профессионал, какой-то конкретную специфику, значит, вы не умеете делать. Это один момент. Или либо кто-то берет работу, тебе как подрядчик нанимает. Кто-то, значит, основной жир снимает он. И тебе как подрядчик нанимает. А ты как подрядчик, можно сказать, получаешь только 10% из того, что 90% получает он. Я точно могу уверенно сказать, что либо специальных профессионалов у тебя нет, которые узко проф в каких-то направлениях, построительства, либо у тебя команды нет. Второе, либо ты действительно просто подрядчик. Ты берешь просто работу, которую другие не хотят, руки пачкать. Поэтому вот так происходит. Поэтому тебе нужно вникать именно в бумажные дела, именно администрирование. Тогда ты не поймешь, участвовать в тендерах самому, а не просто брать такой. Или либо увеличивать объемы. Здравствуйте, я программист, окончил Политехнический университет Таджикистана, нахожусь в миграции в России. Давно хочу открыть веб-студию и создавать красивые и технологичные сайты и сервисы. Вопрос в том, что как начать все это при нулевом бюджете? Найти себе партнера. Смотрите, всегда люди думают, что как будто и деньги им мешают, нехватка денег, нехватка денег, проблем и так далее. Нет, вы являетесь тем, о чем вы думаете. Послушайте внимательно. Вы когда-нибудь, рано или поздно, оказываетесь там, о чем вы думаете. Где ваши мысли, вы будете там. Позаботиться о том, что ваши мысли находились там, где вы хотите быть. Поэтому, что нужно делать? Вам надо идея, план, команда, система. Вот этим надо заниматься. Деньги автоматом появятся. Поэтому с идеей отточить свою идею. Анализируй, усваивай. Усваивай, как другие это делали. Изучай 10-20 биографий тех, кто похожий бизнес делал в этом сфере. Изучай их, а потом распиши пошагово. Эту идею принеси на бумагу. Помните, любая идея, любая мысль, которую вы принесете на бумагу, она начнет жить. Но пока вы не принесете его на бумагу, она не будет работать. Принесите свою идею на бумагу, она начнет жить. Первое. Второе. Любая мысль, любая идея, которую вы можете посчитать, то есть все то, что можете измерять, Все, что измеримо, то и достижимо. Главное сделать его измеримость. Мозг человека не могут достигать чего-либо, пока не может измерять. Но стоит, чтобы он измерял, он это достигнет. Поэтому начни с этого. Пусть она у тебя будет на бумаге. А потом с этой надеждой ходи. Наступит день, когда тебе обязательно появится кто-то партнер или инвестор, который поможет тебе это делать. Деньги это самое последнее, что нужно тебе. Запомни мои слова. Деньги самое последнее, что тебе нужно. Но если денег есть, а идея, план, система и команда нету, деньги не поможут тебе. Это так. Здравствуйте, со мной Довлатов. Я из Таджикистана. Жан Мирзоев, Бегрус. Хочу вам задать один вопрос. Я закончил школу в 2018 году. Девятый класс. Я приехал в Москву, чтобы работать. Я почти один год работаю в Москве на зарплату на рынке садовод. И у меня к этому делу много понимания. Как думаете, работать таким образом навсегда или мне открыть свой магазин? Но у меня нет денег за оборудование. Это магазин, что мне делать. Хотели бы вы мне давали какой-нибудь совет заранее. Спасибо за ответ, дорогой мой, Бегрус, мне надо всю жизнь этим тебе наработать на зарплату там. Но ты должен работать там до тех пор, пока накопишь немножко, небольшой капитал, пока ты накопишь опыт, пока ты поймешь ассортимент, пока ты хорошо поймешь все связи, логистика, поставщиков, маркетинг и так далее, и так далее. Вот это все вещи по блокам распиши для себя, чтобы ты знал, какой ассортимент хорошо продается, чтобы ты знал логистику, как строить, откуда, чтобы ты знал поставщиков, чтобы ты знал продажу, чтобы ты управлял магазином, научись получать прибыль в чужом бизнесе сначала это научись делать, а потом, потому что все издержки оплачивают он же, правильно? Научись принести прибыль в эту компанию, о которой ты сейчас говоришь. А если теперь следующий твой шаг, если у тебя денег нет, если ты это все понял, тогда ты предлагаешь своему шефу, что мой шеф, пожалуйста, открывайте другой контейнер, я могу его управлять, дайте мне 20% от прибыла, я даю тебе слово. Он тебе даст добро, ты сам иди открывай, развивай и так далее. Он может дать тебе товар просто, и ты развиваешься, 20% прибыли это твое. Потом увеличивайся, увеличивайся, и потом выкупи еще чуть больше доли, доведи до 50%. И все, у тебя будет свой магазин. А потом делишь вторую, потом третью, потом пятию. Не деньги нужны, чтобы добиться успеха, просто нужно сознание. Осознавать это надо. Дорогие друзья, ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым, друзьям, что вы ввели нашу рубрику. Посвящайте наши сайты, посвящайте наши тренинги, прочитайте наши книги. В комментариях пишите, что вы поняли, что вы брали. Хотя бы три вещей пишите, что вам было понятно, что было вам ясно. Из этих вопросов, то есть ответы, которые я давал. Я желаю вам успехов, что поможет вам все лично. Это все лично, чтобы помогать большее количество людям.